Музыка Музыка Всем привет на канале Old Dutchman Сегодня у нас с вами в такую вот пасмурную погоду Будет тема посвященная восточным единоборствам и физподготовке Я вновь решил вернуться к этой теме Потому что у меня на канале под некоторыми старыми видео появляются люди Которые все еще утверждают, что физуха нафиг не нужна в восточных единоборствах Вообще в боевых искусствах И буквально недавно я столкнулся с одним тренером У него своя собственная секция Они снимают там время в одном спортзале Занимаются неплохим единоборством Скажем так Занимаются неплохим единоборством Но из всей группы, которую я там посетил Я увидел этих людей из всей группы Только один человек выглядит более-менее спортивно сложенным Все остальные, ну скажем так, не дыхлики Но, увы, они будут красиво махать руками на улице Но нифига у них не получится Они отгребут по полной Потому что даже против обычного бокового удара Они не смогут выставить правильный блок Он, красавец, поехал Я спросил этого тренера в конце тренировки Он, вообще-то, он меня спросил Ну как, тебе понравилось у нас? Мол, придешь или не придешь? Я говорю, ну ты знаешь, я так посмотрел Что я могу сказать? В принципе, неплохо, да Ну, чтобы не обидеть человека Он же все-таки старается для других Я говорю, а могу ли я вот узнать Чисто вот так вот для себя Вы отжимания там, физуху какую-то даете? Зачем это все давать? Нафигать тратить время Чтобы, блин, забивать мышцы, блин, кровью Они у меня занимаются целый час Ну, час имелся в виду ученический То есть, ребята, 45 секунд 45 минут И вот он говорит Они у меня занимаются целый час На полную катушку В скобочках от меня лично Никто из них за эти 45 минут Не вспотел ни разу И он говорит Они занимаются на полную катушку На полную выкладку Все, что им необходимо иметь Я им даю Достаточно правильно сделать блок И любой качок Будь он хоть чемпионом мира И таскающим сумасшедшие штанги Тяжелые веса Не сможет пробить Твою мощную глухую защиту Я посмотрел на этого человека Думаю Ну, вот он настолько уверен В своих вот этих высказываниях Что спорить с ним Это просто бесполезно Просто бесполезно И у меня на канале Вот, как я уже сказал До сих пор появляются люди Которые утверждают Что физподготовка В восточных инициативах Не нужна Ну, как это так? Ну, как она не нужна? Ну, вот Сами представьте себе Вы ходите вы на улице Допустим, против какого-то Ну, не знаю Скажем так Гопника Да? А этот гопник Пускай пару лет Отходил в качалку Занимался Хорошо занимался Штангу таскал Гантели таскал Может на турнике сидел Фиг его Не знаю А вы вот год подряд Или два года подряд Занимались Вот в этой вот секции Я в конце вам скажу Что это за секция Вы занимались Два или три года подряд В этой секции С усердием Отрабатывая Различные блоки Комбинации Красивые постановки Рук Повороты Уходы от ударов И вот Вы столкнулись С этим гопником На улице Вы пытаетесь Треснуть ему Он Свободно пробивает Вашу Глухую Защиту Почему Такое случается? Потому что Человек Который Занимается Восточными единоборствами Не важно Каким видом Каким направлением Просто обязан Отдавать Какое-то время Именно вот Из своей тренировки Занятием С отягощениями Хорошо Если не с отягощениями Ладно Возьмем традиционные Элементарные приседания Прыжки на месте Из глубокого приседа Отжимания Отжимания Можно выполнять Какими угодно Постановками рук Отжимания Это универсальные Упражнения Развивающие Не только Трицепсы Но и Развивающие Грудную клетку И плечевой пояс И если Делать это Эти упражнения Хотя бы Блин По 15-20 минут В день Просто Вот эти вот Базовые упражнения То тогда Действительно Будет эффект Не только От этих упражнений Но и От тех Тренировок В том направлении В котором Вы допустим Занимаетесь А просто Вот так Выполнять Какие-то там Движения Повороты Это примерно То же самое Что в этом Как его В Тайдзи Цюань Да Люди стоят Правильно Делают Своё дыхание Устанавливают Своё тело На какую-то там Непонятную Блин Вселенскую Блин Частоту Поворачиваются Делают Поглаживание Облако Поглаживание Там как Кого-то Мустанга Там Ещё что-то Блин Как-то они называют Все вот эти Свои вот эти Движения Как-то непонятно Еть уже Блин Дальтоник Что-ли Блин А в конечном итоге Как не посмотришь На всех этих Тайдзи Цюаньщиков Которые выходят Блин На поединки Блин Против Блин Любых направлений Восточных Неборств Или Спортивных Направлений Отгребают По полной Программе И вроде бы Всё правильно Делают А нифига У них не получается Почему? А потому что У них нет Никакой Физ Подготовки Так ребята Я сейчас Стану здесь Машинкой На ликезрическую Заправочку И продолжим С вами дальше Разговаривать И что самое Интересное Вот эти вот Граждане Особенно Вот те Которые мне Говорят на канале Что Что типа Физуха Нафиг Не нужна Да вот Вы посмотрите Вот вы Охаиваете Там Тэйцзи Цюань А на самом деле Всё таки Остались Ещё Где-то Вот В глубине Где-то В каких-то Деревнях В закоулках В Китае Истинные Носители Вот этих Вот Супер Секретных Техник Тэйцзи Цюань Нам просто Не дано Это видеть Но они Действительно Очень мощные Они Хорошо Вот вы знаете Вот у меня есть Такое Высказывание Я Поверю Вам Допустим Вот В то что вы Говорите Если я увижу Это своими глазами Когда я спрашиваю человека Вы лично Вот То что вы говорите Вы это видели Нет Ну вот Просто есть Записи Какие записи Какие записи Покажите Я тоже хочу Почитать эти записи Я не помню Где я это читал Но вот Ведь можно же Всё таки У китайских Источников Найти Вот эти вот У китайцев Сегодня Всё что угодно Можно найти Для того Чтобы провести Вот этот Маркетинговый шаг Они вам Блин Расскажут Что есть Стиль Блин Какого-то Непонятно Пластикового Или деревянно Бамбукового Гребешка Для зачесывания косы И оказывается Этим Бамбуковым Гребешком Тоже можно Владеть Как допустим Вот этим Веером Или ещё чем-то И уничтожить Своё противника Они вам всё Что угодно Преподнесут Как за чистую Монету Как за золотую Монету Только потому Что это Маркетинговый шаг Всё Неужели вы Люди Не понимаете Того Что блин Многие Вот эти Скажем так Китаеведы Обманывают вас В первую очередь Обманывая себя Они верят В то Что они говорят Они верят В какие-то Свои фантазии А когда им Показываешь На деле Ну посмотри Ну вот посмотри Тут Мастер Тайцзи Цюань Проиграл Обычному Борцу Здесь Мастер Тайцзи Цюань Проиграл Каратисту Тут Мастер Тайцзи Цюань Проиграл Обычному Кикбоксёру Здесь Мастер Тайцзи Цюань Просто Простому Уличному Драчуну Проиграл Всё О чём Можно ещё Говорить Доказывайте Сколько угодно Можете кричать, можете, там, не знаю, там, приводить какие угодно вот эти вот ссылки на то, что вот человек, допустим, выполняющий какие-то действия Тэй Зи Цюань Очень силен, я не спорю, можно качаться, можно ходить в качалку, можно, блин, нарабатывать себе мышечную массу и в качестве релаксации заниматься Тэй Зи Цюань, можно Но выдавать это за великое боевое искусство нельзя, так вот, та секция, которую я посещал, это секция боевой йоги Продолжать или нет? Правильно, потому что йога есть обычная оздоровительная, все, оздоровительная йога, так же, как Тэй Зи Цюань Но боевой йоги нет, это, опять же, коммерческий шаг тех людей, которые пытаются заработать на этом денег В общем, такие вот дела в такую пасмурную погоду Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий у нас на канале И всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok